итак друзья всем привет меня зовут кирилл рыбаса в этом видео я кратко расскажу о том что удалось узнать про открытую сеть the open network давайте на русский язык переведем итак у нас есть некая организация тон фондейшн датон фондейшн эта организация которая была создана двумя братьями дуровыми которые до этого создали вконтакте а потом создали telegram и конечном итоге они намерились создать свои свою криптовалюту это очень понравилось правительству сша параллельно с этой идеи идея создать криптовалюты появилась и у фейсбука и по-моему у гугла они там наперегонки начали это все обсуждать создавать объявлять об этом но правительств сша или там спецслужбам это очень ли банкирам очень сильно это не понравилось и они в конечном итоге это быстро все прикрыли я так понял с фейсбуком и с гуглом просто поговорили дурову предъявили о том что он там не зарегистрированный выпуск ценных бумаг сделал потому что он под это нашел инвесторов 1,7 миллиардов собрал и так далее так далее в общем на несколько лет этот проект был прикрыт на несколько лет этот проект был прикрыт и в конечном итоге дуров дурова открестили сказали ой мы от этого мы этим больше не занимаемся занимается кто-то тут вот на сайте есть эти учредители там что это не коммерческая организация некие вот эти ребята но я думаю это все номиналы ну или там полу номинала и так далее так далее в конечном конечном итоге за этом естественно стоит дуров за этом все стоит дуров или дура врате дуров в итоге что на выходе у нас получается то есть они создали в итоге тот тонкую но уже давно существует там торгуются и так далее и так далее после последнего объявления о том что он интегрирован будет и будет продаваться на вас интеграция произойдет с телеграмом там акции то есть стоимость этого и валюты выросла 40 раз и она вошла в топ 10 по капитализации криптовалют то есть это уже достаточно хороший результат ну что нас больше интерес нас больше интересует что появился валют это естественно перевод это кошелек и что это кошелек дает то есть при регистрации вы получаете сразу тонкоин счет в тонкоин открывается счет есть дети открывается и счет биткойна автоматом все по умолчанию открывать достаточно там пару шагов сделать но или если вам кто-то пришлют эти деньги в этом тоже пару кликов делаете и соответственно счет у вас открывается и он работает таким образом уже интегрирован и перевод например в тонкоинах происходит за секунды вот давайте я на ваших глазах это продемонстрирую допустим но давайте в администратором пошли вот у меня есть администраторы администраторы первым боксерского клуба я захожу это я вам показываю с компьютера на телефоне это тоже все есть выбираю валют выбираю что я хочу перевести например тонкоины отправить вот я тестово это делаю 0 0 0 0 1 у меня тут приблизительная стоимость 24 копейки но на самом деле отправляют одну тысячную тонь все я отправил секунда и все улетело и там же за секунду это все прилетело вот как выглядит с другой стороны у меня два аккаунта есть телеграме вот как это выглядит со стороны вы получили свои деньги посмотреть баланс и вот на балансе две тысячных я до этого уже там отправлял и написано кто когда там что там присылал вот таким образом то есть за секунду все это переводится и это мега удобно если переводить переводится осуществлять и из детей и это валюта которая как раз таки в цене не сильно не колеблется то есть она привязана к доллару как привязана кем какие технологии это отдельное видео наверно там на пять часов мы можем разбирать то есть каком моменте может произойти скам кинуть всех или не кинут и так далее так далее кто за этим стоит пока мы не знаем но то есть это криптовалюта которая не была создана дуром и bitcoin не был создан дуром это понятно колеблется туда-сюда это типа не колеблется называть стейбл коин то есть стабильная монета она привязана то есть криптовалюта которая привязана к обычным к обычной валюты но я видел моменты в кипише когда там определенные кризисы происходит она на 10 процентов отличалась в моменте там один-два дня и потом обратно там переходил но она может стоит 1112 доллара или 098 там 97 центов но обычно там один к одному идет то есть ее можно назвать очень похожим на доллар это же в цене соответствует колеблется но не так как bitcoin пока но потихонечку на этом растет надеюсь что рано или поздно она стабилизируется и будет к чему-то привязана и такого колебания как сейчас не будет и тогда мы спокойно можем использовать это как средство платежа а то утром мы выставили цены например тысячи рублей за наши курсы и это там три тонна потом курс изменился и мы получили там два тонна да и так далее так далее так поэтому сейчас не очень долго но она мгновенный она делает так что происходит мгновенные переводы но сейчас я не знаю она просто не пробовал еще переводы делать в мобильном приложении то есть в мобильном я пробовал вот здесь на компьютере не пробовал давайте вместе с вами посмотрим я вам покажу как переводить и из дети то есть допустим я хочу перевести есть детей вот соответственно администратором на что мне нужно делать и нажимаю валют то есть нажимаю валют берут доллары хочу перевести нажимаю отправить и она не говорит тебе надо вести к результату из этого кода я не могу ничего он сделать что тут вставлять я ничего не мог уставить поэтому мне надо где-то его получить то есть я ту сторону говорю кому хочу перевести. Говорю, брат, братишка, братан, дай мне номер своего вот этого USDT кошелька. Он говорит, ну, без проблем. То есть мы заходим вот сюда. Заходим, получается, вот здесь, кстати, в мобильном приложении появляется кошелек. Его легко найти. Здесь же нужно немножко танцы с бубнами сделать. То есть я захожу в свой, другие активы захожу. Доллар из США захожу. Принято тут, туда-сюда. Так, что тут в вашем балансе в долларах, в долларах, не хочу я узнавать, я хочу получить. И вот я нажимаю получить, нажимаю копировать и он мне вот этот код, вот этот копирует. Я отправляю его, допустим, Кириллу Рыбасову. Кириллу Рыбасову открою. Захожу уже непосредственно на свой аккаунт, с которого собираюсь отправлять. Вот мне прислал принимающая сторона. Я говорю, ну, спасибо, копирую это. Захожу опять же в свой кошелек. Захожу уже в свой кошелек. Так, ну-ка, нет, подождите, а где здесь мне зайти? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, вот этот, нет. Ну, открыть воле, да. Вот сюда я зашел. Захожу уже в доллары. Нажимаю отправить. И вот здесь уже вставляю соответственно этот код. И нажимаю далее. И он мне говорит, сколько ты хочешь отправить? Я говорю, ну, давай, без фанатизма по минимуму сколько можем отправить. То есть, и там я мог одну тысячную отправить, то здесь я, по-моему, только могу один цент отправить. Ну-ка, попробуем. Ну, давайте одну тысячную я поставлю. Будет мотюкаться. Видите, мотюкается. И попробую отправить. Так, это 97 копеек. Отправляем. Всё, видите, сумма, комиссия здесь ноль. Ну, в некоторых операциях эта комиссия будет присутствовать. Всё, с баланса списываем. Нажимаем подтвердить, отправить. Хоп, уже в пути. Давайте посмотрим, не пришли ли эти деньги и как быстро они приходят и из детей. Вы получили. То есть, всё достаточно быстро. Здесь всё прилетает. Всё, уле-ула. Счастье есть. Вот он показывает, что у нас есть активы в долларах. И вот в биткоине то же самое, наверное, можно перевести. Давайте попробуем биткоин. И, по-моему, ровно таким же образом это всё работает. Но проверим скорость. Насколько быстро это всё у нас произойдёт. Может быть, не так быстро. Но я думаю, что быстро. Так. Так, 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 так. Так, да, переключаемся сюда. Нажимаем сюда. Нет, как оно? Просто удобно в мобильном приложении. Нажимаешь, и вот здесь вольт появляется. Здесь же мне надо вспоминать, как сюда зайти. Вот на эту штуку надо нажимать. Ну-ка. Не получается. Так, ещё раз, ещё раз. Диалоги. Выйду отсюда. Ну, давайте зайду в администратора. Попробую через вот так, кстати, через вот это приложение. Да, хочу отправить биткоин. Отправить. То же самое мне надо вставить. Провожу ту же самую операцию. Захожу сюда. Нажимаю сюда. Так, так, так. Диалоги. Нахожу рыбаса. Нахожу сюда. Открываю свой кошелёк. Открываю биткоин. Так, получить. Вот он мне даёт уже в биткоинках адрес. Тоже вроде говорит, внимание, внимательно надо быть. Если ты в доллары вставишь этот код от битка, то можешь потерять свои деньги. То есть она отправится в никуда. Здесь очень внимательно надо смотреть. Переключились на телеграм. Зашли в админку. Нашли сюда. Нажали валет. Нажали биткоин. Нажали отправить. Ввели. И далее. Так, здесь один биткоин будет 2 миллиона. Ну-ка, сколько он даст перевести? Так, 26 рублей. О, а тут маленькую сумму. Нельзя переводить. Ну, 226 рублей не хотелось бы перевести? Ну ладно. Посмотрим. Ну ладно, 262 рубля. Самая маленькая, да? Ну, давайте попробуем. 262 рубля. У меня есть такие деньги? Тоже комиссия 0. Всё, 0. А, даже баланс после списания. Подтвердить и отправить. Всё, в пути. Заходим туда и смотрим, есть ли денежка. Здесь может быть... Да, всё. Достаточно быстро и всё это получил. Уле-ула. То есть здесь в этом плане очень всё хорошо. Допустим, ещё интересно, что я такую можно, такую можно штуку сделать. То есть я, например, переписывался уже с администратором. Я хочу ему ещё что-нибудь отправить. У меня есть история отправки. Я захожу, например, в Тонкоин. Нажимаю отправить повторно. И он, естественно, мне всё подставляет. Я могу отправить повторно. То есть в один клик эту же операцию. Но если я делаю отправить повторно доллары или биткоины, он уже так не делает. Он говорит, ай-яй-яй, давай переводи только в тоннах. То есть здесь немножко недоработали. Либо специально, либо ещё недоработали. Но повторно можно операцию в долларах и в биткоинах, к сожалению, сделать не получится. В общем, вот такой функциональчик. То есть о том, как покупать на рынке B2B. То есть надо же ещё пополнять как-то. Я вам показал, когда уже это всё есть. А когда нету, например, когда нету у меня ничего. Я хочу, например, купить. Купить эти Тойны. Например, я хочу их купить. Как я могу? Банковской картой могу сделать. То есть если у меня есть банковская карта. Например, я нажимаю, я хочу купить 50 Тойнов. Это сколько у нас будет? Это там 92 долларов. Я нажимаю купить. Пока что-то грузится. Банковской карты. Ну, в общем, он не даёт реквизит. Я по реквизитам это могу оплавить. Можно там поставить в индонезийских рупиях и так далее, и так далее. Но, к сожалению, он всё время... В чём бы я ни ставил, в какой бы валюте я ни ставил, он мне всё равно выдаёт покупку в евро. Но пока ранее я так это видел. Что сейчас там моросит интернет, у меня я не знаю. Но, тем не менее. Но давайте. Мне больше интересен P2P-маркет. То есть, я захожу... P2P-маркет расшифруется как person to person. То есть, человек к человеку. На самом деле, это операция своп. Я тебе отправляю тонкоин, и ты мне обратно рубли. И наоборот. Но делаем это с подстраховкой от Телеграма, чтобы никто никого не кинул. Нажимаем купить. И здесь у меня уже есть варианты. То есть, я могу купить USDT. Могу купить. Вот отличная сделка от человека. Пару сделок провёл каких-то по 96 курсов. Но, в основном, конечно, курс вот такой хороший. 16 сделок, 12 сделок и так далее. Это если USDT хочу купить. Могу купить тонн. Вот по 224 рубля. И могу купить там другие. Как купить? Это уже там целый процесс. Не буду здесь показывать. У меня есть специальное видео по этому поводу. Потому что это надо провести. Здесь задействованные банки. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. В общем, это Tone Foundation. Tone Foundation создаёт вот эту криптовалюту, получается, у нас. Создаёт кошелёк, который прикрепил. И сейчас они прикрупили ещё точно так же Wallet Pay. Wallet Pay – это система приёма платежей. То есть, в принципе, мы можем начать принимать платежи а-ля за свои услуги, которые будут люди оплачивать кредитными картами в долларах США. Но прилетать это будет к нам на счёт уже в тоннах. В этой валюте. То есть, это достаточно прикольно. Но, опять же, здесь надо исследовать, поковыряться. Потому что мы, например, пытались пополнить кошелёк индонезийской, не индонезийской, а малазийской карты, которая везде работает. В евро выставили, нам счёт пополнить не получилось. То есть, это всё надо тестировать. Смотреть, в каких странах работает, в каких не работает. Но, в общем, Wallet Pay есть. Я же здесь уже увидел возможность, например, пополнения. Но вот сейчас она не работала. Давайте сейчас попокажу вам. Например, я хочу купить тонн-коин. Купить банковская карта. Но вот она банковскую карту крутит. И вот, например, так, 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 так. Да, вот оплатить. И вот он не оставляет такой счёт, например, на оплату мне. Некая не нейрокрипто.нет. А не Pay Checkout. Некая компания Pay Neuro Crypto. Вот какая-то система платежей. Сюда я ввожу, типа, Visa Card, MasterCard и что-то ещё. И вот, у Лео Ла должно произойти. Да. Но надо проверить, что мне мешает. Вот эту ссылку, например, моему клиенту отправить. То есть я ему выставляю на услуги, например, на 8-6 долларов. Я говорю, вот мне всего 8-6 долларов стоят мои услуги. Отправляю это своему клиенту. Пусть это, допустим, будет тот же администратор. Он говорит, вот хотите за консалтинг. Получайте. Оп. Они переходят у себя на страницы и платят. Но, может быть, система не даст. Потому что увидит, что выставляли счёт в одной стране, в одной системе пытаются, в другой. То есть непонятно. А может всё сработает. То есть всё это надо тестировать и смотреть. То есть, возможно, если в ручном режиме не обязательно подключать. Не обязательно, где это у меня. Не обязательно подключать вот это WalletPay. Хотя при регистрации они что-то начали меня спрашивать. Пришли документы. Пришли то. Пришли то. На фирму. На то. На всё. То есть мне это уже не понравилось. То есть я не для этого хочу пользоваться криптовалютой, чтобы предоставлять всё, какая у меня там компания, какие реквизиты и так далее. Это мне не понравилось. Неизвестно, будут они передавать, не будут. Это всё нужно исследовать. И на сегодняшний момент вручную я могу это уже сделать вот так, но не протестирован. То есть я вам теорию показал, но по факту работает она так или нет. Ну и естественно там фондейшн это криптокод, на котором там сайты, что не сайты, что не сайты, что не сайты, какие-то другие программы делаются и так далее и тому подобное. Но нам, конечно, интересны вот эти все вещи. То есть в жизни нам будет очень интересно мгновенные переводы родственникам, друзьям, самостоятельное пополнение счёта. Мы с этим счётом поехали за границу, потому что там обналичили на местную валюту, потому что там в России и россиянам всё запретили везде, всё и как, а это очень мощная альтернатива. Опять же, может кто-то начнётся международной торговлей, это использовать, чтобы эти доллары не возить, наличные не покупать. То есть договорился, в Турции люди начали принимать эти тонкоины без проблем или USDT, и можно им оплачивать, они там вам товары присылают, отправляют и так далее. В принципе, я думаю, что на этой всей схеме можно и сделать международную оплату, допустим, как в P2P. Пока одна из сторон товара деньги не получит, пока обе стороны, одна сторона товар, другая деньги не получит, то есть платёж не проводится. Точно так же можно сделать спокойно на этой платформе какую-нибудь международную систему оплатов, когда, например, я покупаю в Турции что-то, или в Китае какой-то товар получаю, покупаю, оплачиваю в тоннах, эти деньги фиксируются, и пока мне товар не придёт, и я не нажму кнопочку и подтверждаю, например, сделка не проходит. То есть много интересного очень может быть в этом развитии, но для обычных людей это переводы и обналичивание, то есть можно менять обмен валюты. Обмен валюты с помощью этой кошелька и тонн-коина, USDT или биткоина можно устраивать, и плюс оплата. Самое важное, что может в какой-то момент такой объём тонн-коинов на рынке появиться, что люди просто не выводя из своих кошельков, им будут оплаты. Я какую-то услугу сделал, раз у меня тонн-коины на счету, раз кому-то отправил, у него есть. То есть они не начинают выводить это всё в рубли и идут покупать себе сникерсы. Они на эти же деньги покупают какие-то другие услуги, то есть я оказал услугу, тот пошёл в другую услугу, кто-то парикмахера оплатил, кто-то там за тренировку заплатил и так далее, и так далее. Может получиться, что это будут простые такие же деньги, как на Сбербанке, но не рубли, а вот некая ещё одна валюта, которая не так обесценивается, не так теряет свою стоимость и так далее, и так далее. Может наоборот, то есть постоянно определяет. Посмотрим. Вот такая краткая информация о том, что мне далось нарыть, но опять же нужно ещё есть направление, куда копать. Вот это надо покопать, как работает и какие преимущества. Вот это надо мне исследовать, потому что на сегодняшний момент выставлять счёты и услуги, и, конечно, лучше вести в USDT. Это всеми понятная мера стоимости. Ну, может быть, в ближайшее время Тонкоин тоже этим станет. Всё. Меня зовут Кирилл Рубасов. Счастливо. Пока-пока. Счастливо.